уже поняли наверное что это масляный насос я снялся со скутера стелс скиф снял потому что масло побежала потекло весь низ у двигателя подножка вся в масле правая бочина где генератор то все было в масле я снял посмотреть что с ним когда снимал эту самую плату генератора там такая прокладка под ней было тоже масло но следовательно потек сальник сальник на масляном насосе стоял тоже здесь туда был туда был запрессован стояла шестеренка я ее как бы снял потом взял проволочку загнул внутрь засунул потянул и он вылез значит ну так то он рабочий я упробовал все он качает дрелью покрутил все отлично качает надо в общем заменить сальник вернее не так я его снял думаю поеду я куплю на и новой и поставлю приехал наш магазин ближайший где торгует мото запчастями 1800 вот точно такой же новый что-то я ряду почесал думаю нет наверное я лучше отремонтирую что тут сальник поменять тем более его снял уже все дела значит сальник тут какой стоит на нем маркировка видно не видно 1м 1м это значит должна быть пружинка пружинка пружинки не было внутри может поэтому и тек наружный диаметр 16 миллиметров внутренние тут непонятно только 9 то ли 10 он поскольку он там резиновый значит сам вал на насосе 9 с половиной миллиметров вот исходя из этого на сами кстати маркировки нету миллиметрах они просто 22 слышь 115 что-то вот еще тут 06 написано в общем магазин таких я не нашел зато нашел в это в китае на алиэкспресс есть в общем 9 внутренней 16 внешне есть 10 внутренней 16 миллиметров внешне ну и толщина 4 миллиметра в общем заказал этот этот вот обе обе кстати оба с пружинками приедет нами тогда заменю посмотрю на какой какой будет лучше сидеть а вот этот сальник это с платы на которой катушки были он кстати тоже без пружинки хотя должен быть с пружинкой но из того что масло гнала через этот сальник масло попадала где находится шестеренка там прокладка из под прокладки выдавила через этот социальных следов на катушку генератора она была вся в солидоле когда снял ну и гнала там через прокладку через низ масло на это на кожух по кожуху короче на улицу ты его тоже поменял на том же самом сайте я его нашел значит размер у него какой сразу скажу на нем даже маркировка есть маркировка 20 26 520 это внутренний диаметр внешне 26 и 5 толщина тоже должен быть пружинкой здесь без ну естественно резиночка должна быть резиновой они пластиковые значит по поводу того как его значит ставить здесь вот такая есть рисочка видно наверно вот она напротив и здесь есть рисочка как бы по этой риске это получается холостого холостой ход настраивается то есть длина тросика когда холостой ход ручка газа когда отпущена наш тело забрал посмотрел как у него есть 22 два режима это первый режим где он качает и второй режим значит первый режим где он меньше качает это вот от этой риски да вот так вот это первый режим то есть ну на холостом дальше отсюда вот отсюда и дальше вот так вот там не важно сколько это второй режим как более мощный прошу не больше качает соответственно что так что вот так большой разницы играет на втором режиме поскольку он ну как бы все вот это вот положение отсюда и до конца это 2 2 скорость говоря ну и за счет того что коленвал крутится оборотов больше шестеренка здесь крутится быстрее соответственно качает масло больше ну это как бы информация для тех кто тросик не знает как его там установить как натянуть поскольку на нем есть там регулировочные шайбочки гайки как его правильно выставить ну правильно это вот при отпущенной ручки газа либо так либо вот так и так и так принципе одинаково как только нажимается ручка газа насос сразу переходит во второе грубо говоря положение вот так вот еще сразу скажу что при установке надо как бы сразу подсоединить и шланчик от бака масляного и шланчик сюда на карбюратор потом немножко открутить вот эту кайку масло самотеком пойдет сюда сюда выйдет ее закрутить и потом можно до кучи дрелью покрутить в левую сторону чтобы отсюда тоже масло как бы пошло тем самым убрав воздух из масляного насоса чтобы наверняка уж потом воткнуть его вот двигатель так вот сальники на алиэкспресс вот он 10 16 на 4 ну и ценник с доставкой за пару а вот сальник 916 на 32 цена чуть дешевле тоже за пару бесплатная доставка и у этого же продавца сальник 2026 на 5 вот он тоже цена за две штуки с бесплатной доставкой это сами для платы генератора я все короче заказал как придет покажу ссылка будет в описании на все три сальника да кстати масляный насос сборе я вот тоже нашел вот один ценник и второй ценник оба в принципе одинаковая давайте сейчас на какой-нибудь нажму ноты от нижней наверное с этим идут с трубочками вот он мистом точно такой же вот для тех кому не хочется сальник поменять вот здесь тоже с почтовой доставкой бесплатный дешевле чем в магазине в который я ездил по крайней мере пришли наконец-то из китая сальники которые я заказывал причем заказывал по 2 штуки 3 типа размера вот китайцы положил только 4 9 на 16 вот такой только с более тонким отверстием он не положил ну дело не в том что дело в том что они без без пружинки вот нет пружинки здесь как и в старом здесь тоже нету в итоге я написал продавцу что это подделка говорю возвращай возвращай в общем потратил на 500 рублей возвращать деньги тут вот маркировка есть если видно вот а вот это типа марки он мне пишет значит ну значит это на на некоторых сальниках они идут без пружинки вот а некоторые размеры идут с пружинками я думаю ладно посмотрю-ка я вообще этой этой марки у другого продавца сальники вот эта же самая модель вот 2026 на 5 вот спецификации и вот здесь вот пружинка эту другого продавца все-таки они с пружинкой вот на картинке видно самом стоимость за один сами получается 20 рублей 20 рублей вот это при том что я покупал у того продавца обходился где-то 60 60 с чем-то рублей за сальник про доставка не очень дорогая всего 120 рублей в общем отправил я мою страницу что вот смотри с этой марки сальники вот они идут в такой упаковке вот здесь аббревиатура есть этой марки они идут с пружинкой вот туда же пружинку видно в общем продавец вернул полностью сумму потраченную причем я его спрашиваю почему-то не положил мне вот другой тип размер 9 на 16 молчок как будто так вот и было в общем ладно что с этими делать думаю на все-таки поставлю вот тут вот старый сальник у него маркировка че другая нхк идет маркировка и сам он конструктивно немного отличается вот это я купил этот вот старый ну вроде как это потолще сама манжетка я думаю поставлю все таки поставлю наверное это десятка хотя вал здесь сейчас напомнить сколько сколько вал а девять с половиной тут вал я думаю наверное поставлю я к я его суда подключу и дрелью покручу пока не буду прикручивать я ставлю там на ночь на две посмотрю как масло будет бежать не будет все таки он новый может не будет в общем легко встал прямо от руки и вал так чувствуется ну тяжело тяжело вращается видимо он там как-то обхватывает его хорошо потому что он вообще легко вращался сейчас таким вот усилием поставил и подключил насос попробовать ничего не течет значит как подключал залил масло потом дождал пока она начала капать с этого шланчика подключил сюда потом тут винтик вот его выкрутил масло пошло отсюда закрутил и начал качать так крутить против часовой стрелки вот здесь у меня масло пошло вот она по шланчику в общем так где-то сутки у меня простоял нет ничего не течет все нормально думаю можно поставить хотя в нашем moto moto сервисе уверяли что они меняли эти сальники сколько горит не меняли все текут разные пробовали ставили покупай горит сразу новый насос практически даром да можешь сказать бесплатно поменял сейчас только но разбирать конечно много и плату эту отогнул так вот тут тоже кстати сальник стал довольно хорошо обратно все собирать ну ладно почистил соберу сборка значит стоял насос там два винтика один здесь другой там сзади этот просто под отвертку а там который сзади неудобно я его под шестигранную головку другой винтик подобрал потом значит смазать там шестеренки потом прокладку и вот платой все дело придавить здесь значит два винтика подам шесть им закрутить закрутить потом одеть значит магнит вот такой наш полночку тут у меня самодельный съемник съемника фиксатор такие два стержня вставлены и за этой штукой чтобы можно было открутить гайку и все значит магнит потом шайба потом гаечка это дело потуже затянуть там на конусе насядет на шпонку нормально самодельный упор в эти два отверстия и головка на 18 слегка затянул затягивал с усилием но так но без дури там не сорвать ничего так сюда потом крыльчатка встанет на три винтика так 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 Субтитры создавал DimaTorzok